ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько фантазии не совсем адекватного актера близких к реальности, выясняла шоумания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы помним, нещодавно подорож Михайла Пореченкова в Донецке мало для актера, чем мало неприятных наслідков. Ну, по-перше, в Украине ему теперь свитить відпочинок за гратами строком до 12 років. По-друге, особисто висловити ему своє захоплення нині мріє, чи не кожен наш громадянин. Поиграть в реальной жизни в сафари, в кино не наигрался, что ли? Это просто низко. Та власний співвітчизники актера и Говченко, мяко кажучи, не надто пишаются. Ну, в итоге, я не очень понимаю, зачем это нужно, где в этом плюсы, как кто кому помог. То, что сделал Пореченков, это аморально и недопустимо. Извините меня, но артисты не самые умные люди в мире. Та, незважаючи на цей эпик фейл, агента национальної безпеки влаштувати культурний десант в ДНР планують и другие российские знаменитости. Так, днями Иван Ухлобистин поведомил, что премьера его новой стрички відбудется саме на окупованих территориях. А не вдовзі після цього, за словами знову ж таки отця Йоанна, Донецк собирается відвідати ще и Гарик Сукачов. Мало хто знает, что знакомство музыканта и актора началося больше 30 років тому. Что интересно, с мордобою. Когда-то я жил на Вайковской, и мы постоянно дрались с Тушинским. Так, по-дружески, до первой крови. Тушинским ребятам заправлял Гаринич, он же Гарик Сукачев. Теперь мы дружим еще крепче. Окрім кулиганского минулого, Ивана Тагарика повязывающий творчість. Ухлобистин писав сценарий до кожного з трех фільмів Сукачева режисера. Кризис среднего возраста, праздник та Дом солнца. Ну а те, что батюшка регулярно появляется в клипах и на концертах музыканта, как специально запрошена зерка, про это можно и не вспомнить. Иногда ухлобистину и соло на этих концертах выступать удавалось. Как-то скажет, настоящий рок-зерка и себя чувствовать. Вообще, это очень здорово. Была бы моя воля, я бы накалверился в мясо. Убил себе мясо. И плясал бы безвинно где-нибудь у сцены. Втім, безтурботні часы без новинных танцев у минулому. Сегодня в Ивана больше важливые справы. Он русский мир славит. А параллельно виправдовывает все, даже абсурднейшие штампы антиукраинской пропаганды. Говорят, мальчика распяли или не распяли, плохо, хорошо, информационная война. Мне это важно. Важно, чтобы могли. Понимаете, вот где ужас. Важливо, что могли, это бронебийный аргумент. Давайте и соби спробуем. А чи знаете вы, один благодейный российский актор мае дивную звичку. Кожного року в пятницу 13-го війно півночі виходит на Червону площу Та влаштовывает там ритуальные танцы. Голый! Что, говорите, не виходит? Да хіба это имеет значение? Важно, что мог бы. С не меньшей безусловностью Иван осипает комплиментами террористов ДНР. У людей ясный взгляд на окружающую. То есть люди не стали чудовищами. В них, наоборот, проявилось что-то человеческое, настоящее, русское, по-хорошему русское. И как не згадать теперь відомое интервью двоих з цих людяных россиян – Мотороли та Гиви. Я хочу сейчас придать огромный привет ВСУ. Их ним, как они себя называют? Киборги. Я их называю не киборгами. И Гиви их называет не киборгами. А не иначе, как пи***гами. Глобники. У детей появились герои. Новороссия дала нам новые сказки. Дети играют Моторолу. Дети играют Стрелка. Та хай Бог милует в таке малече грати. Втім, схоже, заради имперских идей русского мира, Іван готовий ризикнути детьми. Навіть власними. Як повідомив актор на премьеру своєї нової стрічки, у зону бойових дій він збирається не сам, а з дружиною і шістьма начальниками. Молодшему, з яких Саві, ще й десяти не виповнилося. Так, 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 ми так дивимо на мир. Ну, гаразд. З оцем і Оанном все давно зрозуміло. Однак що забув у ДНР Гарик Сукачов? Він же, нагадаємо, тільки в березні клявся у вічній, непохитній любові до України. Так що ж за це час змінилося? Аби з'ясувати, чи дійсно музикант збирається виступати в ДНР, ми спробували зв'язатися із самим Гариком або його представниками. На жаль, телефони рокера та його оточення мовчать. Що ж, якщо музиканти справді збираються з концертом у Донецьк, будемо сподіватись на краще. У сенсі, що безпосередньо знайомство з Моторолою та йому подібним швидко продемонструє Сукачову, хто є хто у цьому конфлікті. Точніше, хто є ху.